Плануется, что Китайский БОК примет дело в мае этого года в Гомельском экономичном форуме, международной выставе «Весна» в Гомеля. В осенью в хореографическом фестивале «Сожский карагод» в форуме молодых журналистов «Белый пиар». Как рассказали об лавыканками, Гомельская делегация подчас визита агапила омаль усе сферы деятельности, от промысловости до адукации. Первая партия вуглеводородных ниток предприемства «Светлогорск химволокно» уже в этом году трапит у Китай. В далекой краине будет наладжена вытворчность наших комбайнов. Еще одна досягнутая подчас визита домовленность тысячи – это экспорту туристичных послуг. У приватности Китайский БОК особливо затекавлены у организации полевания на территории Гомельской области. Головная же ставка на развитие транспортно-логистичной системы и инвестиции в промысловость. В первую очередь мы заключили соглашение между Гомельским облсполкомом и провинцией Дзянсу о совместном работе по строительству экономического пояса «Шелковый путь». Это, наверное, самое главное, то, что произошло. Также мы заключили ряд коммерческих соглашений о поставке нашей продукции в Китай и продовольственной группы, так и непродовольственной группы. У Китая отправятся гомельская яловичина и молоко. У холдинга гомельская мясомолочная компания рассказали, что китайцы утекают якосная, экологично чистая продукция. Пробная партия у 10-15 тонн уже рыхтуется до отправки. Шесть наимене у мясной и 21 молочной продукции. А позже у китайцев начали усе частей – включать у свой рацион. До того же представников поднеобесной затекали у яблочный сок гомельской вытворчасти. Твердые потребования по всех позициях протягли термин заховывания. От обранных продуктов сроки хранения именно по мясной продукции 4 до 6 месяцев. Это вяленая продукция, сыровяленые колбасы по молочной продукции – это 6 месяцев. Это ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные консервы, там срок хранения до года. По ширине экономичных связей у патрабои на явности одукованных специалистов. Под час визиту с некалькими ВНУ Китая договоры об супрационнисты подписал Гомельский державный университет имя Франциско Скарыны. Не тогда у нового университета был открытый кабинет «Конфуция», а худка может заявиться региональный институт Китая знавства. Выкладчиками новой ВНУ станут высокопрофессийные специалисты с Китайской народной республики. А первыми студентами – выпускники школ Гомеля и Жлобина. Девядеца подрахтовка по выучению китайской мовы. В минулом году команда школьников Гомельской области заняла на республиканской предметной олимпиаде по китайской мове другое место, соступивши только Минску. Вольга Вальченко, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель».